Переломы, определение, общие принципы и признаки. Перелом это нарушение целостности кости. То есть, если вывих растяжений это связки, перелом это значит кость повреждена и уже не является целой. Причины переломов это сильное механическое воздействие на кость. Кость наиболее твердая из наших тканей, но хорошо если по кости вдарить, то конечно тоже сломается. Обычно удар, толчок, падение, попадание в кость предмета какого-нибудь, большого. Как правило при ударе это переломы нижних конечностей могут возникнуть. Ну или бьют обычно по башке. Череп тоже может сломаться, если по нему чем тяжелым ударить. Также при спотыкании, допустим, гололед, подскользнулся, упал, очнулся гипс. Это обычно, кстати, рука ломается таким способом. То есть в бриллиантовой руке правильно изображено, по какой причине обычно перелом руки возникает. Вот именно подскользнулся и упал. Но если с большой высоты, допустим, ебнуться, то, как правило, будут серьезные переломы, то есть черепа или позвоночника. Это, конечно, неизбежно приведет к серьезной ситуации, опасной для жизни и здоровья. Также, если, допустим, сдавливать человека какими-нибудь вагонетками, как тут нарисовано, то тоже могут быть переломы черепа, грудной клетки, таза и прочих всех костей, которые давятся. Принципиально перелом закрытый и открытый бывает. Открытый – это когда кость торчит из раны. То есть открытый перелом сочетает, в принципе, рану и перелом. Потому что кость также выходит и перелом. Поэтому открытый считается хуже. Также перелом может быть полный и неполный перелом. То есть, допустим, трещина в кости – это неполный перелом. Потому что все равно повреждения кости есть, но это неполный. А полный, естественно, когда она переломилась уже. Также по линии повреждений и переломов различают поперечные, косые, Спиральные, продольные, оскольчатые переломы при огнестрельных ранениях, компрессионный перелом, который возник от сжатия или сплющения. При переломе возникает смещение осколков, и смещение тоже классифицируется под углом, по длине, боковое смещение. Включенные переломы имеются, когда один из этих обломков кости внедряется в другой. То есть, как бы, вот он переломалось, да еще и обломки друг в друга вошли неправильно. Характерные признаки перелома – сильная резкая боль, которая усиливается при любом движении вот в этой конечности, которая переломалась. Функция конечности полностью не работает. То есть, допустим, сломалась ли нога, он на кого не может ходить этой. В зоне перелома возникает отек, кровь, кровоподтек. Это вот когда закрытый перелом, то обязательно вот в этой области тоже сильная боль, опухоль, сильное воспаление со всеми признаками типичного воспаления. Красное там все и так далее. Кость тоже неподвижна. При ощупывании места перелома резкая боль в этом месте. Тут, как говорится, трудно не заметить то, что происходит. Хруст при легком надавливании на это место – тоже характерный признак закрытого перелома. Ощупывать при этом эту самую конечность нужно очень осторожно. При резкой боли у человека может развиться шок, то есть он может потерять сознание от боли. Поэтому при оказании помощи самое первое, что необходимо сделать, это уменьшить боль любыми способами, предотвратить возникновение шока, то есть потеря сознания от боли. И необходима им мобилизация. То есть нужно закрепить каким-то образом это место переломанное, что, кстати, сильно понизит также и боль. И третье – как можно быстрее доставить в больницу. Состояние очень тяжелое, перелом, требует немедленной передачи человека-хирургу. Переломанной конечности не нужно никакого на нее воздействия оказывать, потому что боль усилится. И также можно там ухудшить это все, что кость разойдется еще дальше и так далее. То есть нельзя размахивать этой поломанной рукой, ногой. Нельзя ее тянуть, поворачивать. Обломки костей, если они торчат из раны, то нельзя в рану их заталкивать. Да, если есть рана, то ее рассматривают как рану. То есть если в прожжении еще и кожу, то обрабатывают как рану это все. То есть все равно септика, антисептика, накладывают там повязку все равно. Если он жалуется на жажду, это нужно его напоить. Но основной процедурой в любом случае является иммобилизация. Так как она реально помогает и от боли, и она способствует уже, так сказать, начинается лечение перелома. Если он будет двигать, то он ухудшит свое состояние. Иммобилизация это обеспечит, чтобы поломанная конечность находилась, ну или другая какая-нибудь кость, чтобы она была в неподвижном состоянии до того, когда доставят до врача. Ну и про иммобилизацию, поскольку она там, надо много рассказать, эта тема подробная, про это будет в следующем клипе по оперой помощи.